И немного подробнее о законе, который коснется каждого украинца. Жилищно-коммунальные услуги это одна из основных статей расходов в семье. За это нововведение отдали свои голоса 262 народных депутатов. В чем суть нового закона ОЖКХ? Облегчит ли он финансовое бремя или повесит очередной камень на шею? Разбиралась Юлия Жешко. Коммунальная реформа в первую очередь призвана защитить потребителей, уверяют авторы закона. Например, если уехал из дома или квартиры, платить за неиспользованные услуги не должен. Если плата за них начисляется не по показаниям счетчиков. Но самое интересное, что каждый украинец может расторгнуть договор с коммунальным предприятием. То есть захотели и отключились от системы централизованного отопления и поставки горячей воды. Правда, если в вашем доме создано ОСМД, общество совладельцев многоквартирного дома, то решение придется принимать коллективно. И они принимают для себя решение выбрать другую модель отношений. Например, выбрать себе управителя, который будет посылать одного контролера, проверить обе два лечения. Один бухгалтер сделает рассчитывание и нарахование. Людине нужно дать право пораховать, сколько ей стоит прямой договор, а сколько стоит договор, возможно, коллективный. Исходя из этого, законодатели предусмотрели в своем документе следующее. Потребители могут воспользоваться типовым договором на управление домом, в котором отдельно прописана плата за комуслуги и управление. Могут выбрать для себя либо коллективный договор, либо контракт с поставщиком напрямую. Получат право убрать из квартплаты тариф за вывоз мусора. Контролировать качество услуг. И платить за комуслуги меньше, если они были некачественными. Вместе с тем, закон вводит взыскание за каждый день просрочки оплаты комуслуг в размере 0,01%. Правда, парламентарии решили, в том случае, если человек получает зарплату или субсидию от государства не вовремя, штрафовать его не будут. Эта норма должна вступить в законную силу с 2019-го. Хотя все остальные нововведения должны заработать уже со следующего года. При этом в парламенте и Кабми не уверяют, работа еще не окончена. Я считаю, что это первый шаг. Нам нужно будет потом работать еще и над дополнительными инструментами, которые позволят больше контролировать поставщиков послуг. Но без этого шага, на жаль, мы не сможем перейти до возможности управления своей властью.